Скорбь и память, застывшие в огне и камне. Ежегодно 22 марта в Беларуси вспоминают трагедию Хатыни и других населенных пунктов на территории республики, уничтоженных карателями во время Великой Отечественной войны. 80 лет исполнилась трагедия в Хатыни. Тематическая встреча прошла в Полесском государственном университете. Со студентами, которые читали о фашистских зверствах, лишь в книгах пообщалась председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова. Деревня Хатынь сегодня уже не значится ни на одной карте. 80 лет назад, 22 марта 1943 года, немецкие захватчики ее уничтожили, стерли с лица земли вместе с мирным населением. В тот страшный день прервались жизни 149 человек. Все события в истории хатынской трагедии раскрыты. Были проанализированы все архивные данные, и сегодня не осталось никаких белых пятен, касающихся этих событий. Итак, утром 22 марта 1943 года, в шести километрах от деревни Хатыни, в Минской области, партизанами была обстреляна автоколона фашистов. В этот день партизаны выполняли обычную боевую задачу. Задача заключалась в том, чтобы нарушить связь между гарнизоном, где находились немецкие подразделения. В результате немецкий офицер был убит. На расправу в деревню вошел 118 батальон охранной полиции, окружил ее. На их счету уже были более 150 сожженных населенных пунктов в Минской и Могилевской областях. Преследовать партизан они не стали. Они занялись деревней. Жителей согнали в сарай, подожгли и выбегавших стали расстреливать. Общее количество жителей 149. Среди них 75 детей. Спаслись шестеро детей и один взрослый. Деревня составляло 26 дворов. Тех, кто пытался бежать из горящего сарая, добивали. Надежды на спасение каратели не оставляли. На месте захоронения хатынцев жители окрестных деревень установили обелис. Позже здесь появилась скульптура «Скорбящая мать». Этот населенный пункт стал вечным символом скорби и ужасным примером того, что такое фашизм. «Это настолько страшное, бесчеловечное событие. И понимаете, вот наше поколение, мы выросли на, ну может быть, вот мои коллеги здесь, мы выросли на воспоминаниях наших бабушек и дедушек. Я, например, помню, как бабушка и дедушка, вспоминая эти события. Моя бабушка рассказывала о том, как её сестру-близнеца за связь с партизанским отрядом заживо закопали, а предварительно вырезали звезду на теле». Эта часть – жуткая история, которая так и осталась в воспоминаниях. Ведь и сегодня каждый третий погибший. Страшная статистика о смерти жителей Беларуси во время Великой Отечественной. Страницы военной летописи вписаны в генетическую память поколений. Продолжение следует...